Всем привет! Сегодня у нас суббота и мы на выходные дни уехали немножко на отпуск. Потому что в последнее время очень много стрессовых разных ситуаций и захотелось отвлечься от всего от всего. Мы приняли очень быстрое решение и буквально за один день собрались и уехали на выходные. Поехали мы в Пилео. Сейчас вам показываю вид с нашего номера. Мы находимся, скажем так, в горный это район, да, на горе. Вид с окна. Тоже здесь такая гора с лесом. Очень много птиц. Вот нам они поют, создают атмосферу. Соловей сейчас поет. Много разных птичек. Они сюда даже прилетают, не боятся людей. Рядышком прыгают, разные красивые. А вечером создают нам атмосферу совы. Никогда их уже не видела, но вот по звуку их здесь очень-очень много. А вот здесь, вдалеке, это море. На море нужно ехать на машине, но недолго мы доведились. Это не проблема. Немножко видна голубая гладь сливается с горизонтом. Море очень красиво. Покажу вам пляжи. Это самый удачный вариант отдыха, когда дом в горной части, а море внизу. Потому что нет жары, нет влажности. Здесь очень хороший сухой климат, приятный. Вот так. Немножко еще вам покажу. Целень, красота. Конечно, очень хорошо отдыхается. Очень много здесь цветов гортензии. Богатые-богатые такие здесь вазы с цветами, клумбы. Я обязательно постараюсь вам все это показать. Вот. Ну, пока показала вам немножко зелени. Ну, и, конечно же, в отпуске я не могла не взять с собой вышивку. Ну, конечно, в дорогу я взяла с собой вышивку. Взяла своих уточек. Утки-мандаринки от фирмы Дом и Крафт. Сами понимаете, очень удобная здесь вышивка. Есть нанесенный фон, очень качественно. И не нужно брать схему, не нужно задумываться. Вот. Все вышивается по цветам. Я вышила здесь цвета, которых было мало. И теперь заполняется одним цветом. Очень вкусно. Сейчас, конечно, не могу вам открыть, показать все. Все вышивку с киснопов. Ну, вот. Здесь был вышив у меня край полностью. И перешла я на низ. Вышиваю вот низ. Потом пойду вышивать лотос. Вот так. Ну, что хочу сказать. Все очень мне нравится. Так. Ниточки. Я переложила в конверт. Вот в такой, чтобы не пылились, не пачкались. Очень удобно. Взяла с собой резачки. И вешаю их себе на шею. Да? Здоровье, чтобы было удобно. И подрезаю ниточки. Очень удобно. В общем, отдыхаем. Красота. Какие приятные запахи. Жалко не могу вам их передать. Собаки разговаривались. Как снимать видео, так какие-то шумы. Ну, ладно. Потом, девочки, покажу вам что-то еще интересное. Мы вышли на прогулку, пройтись по деревне. Вот хочу показать вам часть деревни горной. Мы идем на центральную площадь. Посмотрим дуб, которому тысячу лет. В каждой деревне, греческой, особенно в горных деревнях, есть на центральной площади обязательно большой-большой дуб. Вот пойдемте его найдем и посмотрим. Конечно, здесь очень много птиц. Шумно, так приятно. Так. Идем. Много зелени. Деревья огромные. Посмотрите. Очень-очень высокие. А вот так. Вот. Чувствуется прохлада, потому что есть вода. Догреться это не характерно. Обычно в этот сезон, в конец июня, июля везде очень засушливо. Здесь вот именно как, можно сказать, такая российская полоса. Есть влажность. Красивая такая лейка. Вот мы подходим к его площади. Так. О-о-о-о. Сейчас вам покажу. Посмотрите, какой он огромный. И его весь не заснять, я вам хочу сказать. Огромный-огромный дуб. О-о-о. 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 Да, это разновидность дуба. Смотрите, тысячу лет. Так. Ну вот. Константин уже осваивается. Смотрите, какой он огромная ветка. Сделали специальную подпору. Построили. Обалдеть. Я много видела, конечно, деревьев. Но это, это что-то. Его, видно, обрезали часто. Так часто делают ветки, чтобы они не росли вверх. А ветки больше были по сторонам. Так. Мы сейчас обойдем его вокруг. Вот так обычно делают. Обкладывают вокруг деревьев центральные на площади. И вот, посмотрите, с другой стороны. Видно, что какие-то ветки падали, конечно, отсыхали от тяжести. И, может быть, еще какие-то другие моменты. И вот обычно в каждой деревне есть такой свой дуб, который закрывает людей своими веточками в жаркий день. И можно сидеть под дубом пить кофе. Поэтому сейчас у меня центральная площадь и обычная кафетерия. А рядом также есть церковь. Вот мы посмотрим церковь. И люди приходят, пьют кофе. Сейчас немножко такой ракурс бьет солнышко. Стараюсь найти более удачный. Да, вот так. Это вот классический вариант церкви. Камень из ближайших добычи. Ну, не рудников, то есть ближайших добычи. Энофи. Энофи там две кларья. Пья. А в то... Кей кину. А-а-а. Кей кину. Маленько. Да. Вот сейчас Костя нам рассказывает, что ветки деревьев соединились. Вот посмотрите. Может быть это было два дерева, а уже непонятно. И вот ветки, видите, срослись, соединились. Так. Обойдем его вокруг. Кто-то тут сердечки рисовал. Понятно, молодежь. Так. Идем по кругу, по кругу. Вот тут в дереве что-то какая-то дырка ее закрыли. Конечно, такого гиганта я вообще еще не видела. Это как джунгли. И кроме дерева, конечно, распространяется на очень большую такую территорию. Здесь есть лесенка. Идет ручей горный. Поэтому видно здесь много воды. Обычно ручья также строят церковь. И это центр деревни. Это вот территория церкви. Также здесь хочу показать вам нашу гортензию. Говорю нашу, потому что многие девочки, мальчики, рукодельники любят ее вышивать. Много есть дизайнов. Потрясающая, конечно, гортензия. И хочу сказать, что первый раз в Греции я видела вот настолько здесь пышные и богатые цветы гортензии. Они здесь в каждом дворе, в каждом доме. Разных цветов. Это мы видим такой, но еще не самый большой коз. Не самый огромный. Есть намного больше. Мы когда проезжали по дороге, но там трудно было остановиться. Это проезжая часть. И вот смотрите сколько цветов. Вот есть такие сиреневые. Вот такие. Шикарные цветы. Просто я в них любилась еще больше. И обязательно дома постараюсь завести. Я не знаю, подойдет ли климат у нас. Потому что я у нас таких кустов не видела ни разу. Может быть им нужен немножко другой климат. Вот. Опять возвращаюсь к дубу. Потому что он захватил все мое внимание. Это огромное величественное дерево. Невероятное сплетение веток. Красота. Вот такая хорошая дуб. Старка. Вот. Пройдемся еще. Покажу вам. С другой стороны цветы. Туристическое место. Много везде домиков где снимаются. Снять комнаты. Комнаты стоят в среднем 30-40 евро. Ну и выше есть конечно же в зависимости. Какие условия вы хотите. Но все очень доступно. Еда очень хорошая. Вот. Хочу показать вам еще один куст. Вот. Такой вот пышный-пышный куст кортензии. Вот. Посмотрите. Ой. Ну это волшебство. Да. Некрасивая. И ты уже начинаешь развивать. Вот такой пышный кусток. Много. 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 Красивая. Очень красивая. Каштан. Видим. Каштан. Тоже очень большой. Несколько роз. Розы очень тяжело растут в Греции. По климату. Поэтому если мы видим розы. Это значит хозяева прилагают очень большое усилие. чтобы они росли. А вот еще тоже кортензия. Потрясающая. Так. А вот я нашла. Это кедр. Я так понимаю. Да. Это кедр. Тоже такой немаленький. Будем отхальпить. Я вам буду его показывать. Вот он. Внизу такой пощипанный. Ну видно уже. Много ему лет вытянулся. А вверху очень-очень пышный кедр. Вот уходит вверх. Красиво. Что сказать. Вот видите. Я стою на расстоянии скольких метров. И ветки. Ветки этого дуба достигают даже вот сюда. Потрясающе. Пойду пить кофе. Девочки, приехали на пляж. Спускаемся вот по такой каменистой тропинке. Очень скользкая. Нет никаких держателей. Перил. Просто вообще там страшно спускаться. Можно споскользнуться и что угодно может произойти. Идти нам еще долго. И покажу вам, куда мы идем. Приехали сегодня на новый пляж. Теперь мы начнем. Горы. Лисистые. Зеленые. Очень-очень красивые. Много здесь зелени. И вообще богатый на природу безместность. Идем мы на вот этот шикарный пляж. Бирюзовая вода. Насколько я понимаю, там не совсем песок. Там мелкая такая. Ракушечник мелкий. Вижу палатки. Люди там так же ночуют, живут. Есть приезжают такие детей. Тикарями туристы. Вот. Ну, людей мало, потому что здесь очень сложный спуск. Не все решаются. Вот решили сегодня приехать. посмотреть. Ну, конечно, красота. Красота. Очень красиво. Я немножко на другой высоте. Посмотрите, какой здесь заливчик. Здесь очень-очень чистое море. Потому что мы на полуострове. Или это полуостров. И вода здесь чистая. Здесь нет каких-то смешений, отходов, еще чего-то. Очень чистая вода натурная. Должна быть теплая. Людей мало. Поэтому весь пляж практически наш. Главное к нему добраться, потому что еще пост большой. Видите, вон тропиночка идет. Сейчас пускаться и спускаться. Ну, пойдемте. Камары, другие камни. Это по-разному. По-разному. Чуть-чуть. Ну, так, да, все. そんな му ж Strategic Siles. Мы с вами закажем наш канал. В bills Ребен. У нас принято естьoire какие-то дороги. There we go. Субтитры создавал DimaTorzok